ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Развивать брейк-данс, школу, открыл свою собственную. Я жил этим. И также одновременно проводил мероприятия хип-хопа. Хип-хоп – это все стили верхнего танца, именно исполнение. И плюс делал рэп соревнования. В этом соревновании принимали участие ребята, заинтересованные в этом виде искусства. Но тогда, почти 15 лет назад, мало кто верил в дальнейшее развитие уличного танца. Никто из жителей маленького города всерьез его не воспринимал. И в самом начале своего творческого пути группа, состав которой входил ЮНУС, сталкивалась со многими препятствиями. Когда мы начали заниматься, нас не пускали в зал, у нас не было своего зала. Мы самоучки, мы вот так, был машиностроительный, мы вот так после 4-5 урока, как бы, можно сказать, избегали со школы. Вот в белой рубашке, на траве крутись, а домой приходишь, весь грязный. И у нас плечи были ранены, болели, руки, кисти. Потому что у нас не было наставника, который правильно преподнес бы, объяснил. Здесь такая ошибка твоя, здесь нельзя так прыгать. И мы все на себе испытали это. Пройдя, как говорится, сквозь огонь и воду, танцевальная группа начала побеждать в различных соревнованиях. Это добавило ребятам еще большего энтузиазма. И через некоторое время они начали иметь вес у других, соседних коллективов. Кстати, специального музыкального образования ЮНУС не имеет. У меня два образования. Первое образование – контрольный измерительный прибор и автоматика. Это КИПА. Второе – вообще диспетчер на железной дороге. Ну, я там не вижу себя, в принципе. Поэтому не пошел дальше по этой дороге. Да я вообще не хочу в жизни работать, я хочу зарабатывать. Это такая скромная шутка. Зарабатывать не только деньги, но и славу ЮНУСу Фарзани отлично удается. Ведь за каждой его песней скрываются многочисленные репетиции с самого утра. И порой до поздней ночи. Нурлан Мухамеджанов на зерке Садыкова, Роман Ван Жанакын. Продолжение следует...